Бостонлыкский район Ташкентской области по праву считается одним из самых живописных мест в Узбекистане. Горный чистый воздух, потрясающие склоны, водопады, заповедные зоны, горнолыжные курорты притягивают сюда не только жители республики. Значительные улучшения инфраструктуры и расширение ассортимента тур-продуктов увеличивают количество гостей. А потому вопрос обеспечения безопасности приобретает самое актуальное значение. В этой связи в районе создан специальный пожарно-спасательный отряд по устранению лесных пожаров. В преддверии праздника Навруз для спасателей начало функционировать новое современное здание, рассказывает наш корреспондент. В мероприятии приняли участие представители МЧС и областного хоккемиата, а также ветераны сферы. Была отмечена работа по укреплению материально-технической базы в системе, созданию комфортных условий для военнослужащих. В комплексе есть тренировочный зал, спортзал, общежитие, кухня и пункт оперативного управления спасателями. Для удобства наблюдения за местностью на самых высоких точках района установлены камеры наблюдения. Изображения передаются непосредственно на мониторы в оперативном центре управления. Это позволяет мгновенно принимать меры при чрезвычайных ситуациях. Я работаю в этой сфере 53 года. За последние 6 лет по инициативе президента проводится масштабная созидательная работа, возводятся новые здания. Для наших спасателей созданы все необходимые условия. Наши спасательные отряды обеспечены самым современным оборудованием, соответствующим мировым стандартам. На мероприятие спасателям были переданы пожарная и служебная техника, необходимое оборудование. Также на здании нового корпуса установлены солнечные панели, которые полностью будут обеспечивать данный объект альтернативной энергии. В горах встречается лавина опасность, селевая опасность, пожары. Могут потеряться люди. Для этого нужен поисково-спасательный отряд. И как вы уже видели, у нас есть новая техника. Нам выдали новые машины, самые лучшие, которые есть на сегодняшний день. Оборудование. Ребята совершенствуются. Ребята занимаются над собой физически, духовно. К сведению, в период с 2020 по 2023 год на 15 объектах МЧС и пожарно-спасательных частей Ташкентской области ведутся строительно-ремонтные работы. Семь из них построены заново.